И в продолжение темы о возможных последствиях аварии поговорим с экспертом в нефтегазовой сфере Нурланом Жумаголовым. Нурлан, добрый вечер, вы на прямой связи. Добрый вечер. Итак, глава государства поручил создать специальную комиссию по расследованию аварий. На ваш взгляд, что покажет расследование? Ну, я считаю, что будут даны рекомендации, что стратегические объекты не должны зависеть от внешнего электроснабжения. Потому что ситуация, которая произошла на НТЗ, она уже повторяется на протяжении трех лет. Это в начале года, 21-го года, потом в прошлом году. И вот буквально вчера так же произошла остановка. Тем самым же компании несут огромные потери, недополученную эту прибыль. Хорошо, что если это удастся запустить НПЗ до конца недели. А если нет, с учетом того, что Павлодарский НПЗ стоит на плановом ремонте, некоторые проблемы испытывает Шамкенский НПЗ. Там установка католического реформинга полетела, и есть ограничения по выпуску бензина АИ-95. А планировалось то, что АНПЗ увеличит производство бензина АИ-95 и поставит на юг. И случилось то, что случилось. Здесь необходимо все-таки АНПЗ строить свою газотурбинную электростанцию. Потребность составляет 155 мегаватт. В принципе, это должно позволить не зависеть от электроснабжения по линии КИГОК. В основном электроэнергия идет с Мангсталовской области, которая обеспечивает не только Атаравскую область, но и Мангсталовскую область. И там страдают нефтяные компании. Только за 6 часов проблем с снабжением электроэнергии производство нефти у нас снизилось на 17%. Это только за 6 часов. По итогам суток возможность снижения произойдет еще больше. Тем самым это недополученная миллиардная прибыль для нефтяных компаний. Нурлан, спасибо. Я напомню на прямой связи со студией. Был эксперт в нефтегазовой сфере Нурлан Жумагулов, директор общественного фонда Energy Monitor. Мы продолжаем выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok